Праздники всегда были, есть и будут отдушены поводом для приятного времяпровождения для нашего человека. Независимо от времени года, погодных условий, люди стараются отдохнуть, как говорится, на широкую ногу. Часто между хорошим досугом и алкоголем граждане ставят знак равенства и никак не могут представить народное гуляние без гречительных напитков, совершенно не задумываясь о последствиях их распития. Именно такие экземпляры под шофе становятся потенциальными нарушителями правопорядка. Обычно это наши люди, которые либо злоупотребляют спиртными напитками, либо, к сожалению, в какой-то период времени переступили черту закона и вот все-таки после отбытия наказания не стали на путь исправления. Обычно они становятся правонарушителями, будем так говорить, если возникает та или иная ситуация. Ежедневно порядка 200 сотрудников правоохранительных органов и добровольных дружин обеспечивают охрану общественного правопорядка на улицах нашего города. Во время культурно-массовых мероприятий людей в форме становится больше, как контроля и внимания за отдыхающими. Несмотря на меры предосторожности, трудности в отношении поведения граждан все же возникают. Трудностей, конечно, в работе хватает. Это первое дело, это семейно-бытовые скандалы, выходим на скандалы. Далее идет по нагрузке, это, конечно, пьянство. Люди злоупотребляют, приходится в отношении их принимать меры административного воздействия, то бишь составляем протоколы за распитие, либо за появление общественного мести в нетрезвом состоянии. А особо злостных направляем, конечно же, в ЛТП. Разъяснительные беседы, предупреждения и другие меры в соответствии с буквой закона, принимаемой в отношении дебоширов, необходимы условия для того, чтобы человек, нарушивший общественный порядок, осознал свою вину и впредь не грешил подобными выходками. Вместе с тем, в целях более эффективного обеспечения правопорядка, граждане должны соблюдать простые правила поведения в общественных местах, а также быть корректными к другим участникам праздника. Во-первых, заблагодарено приходить на массовые мероприятия. Во-вторых, уже, допустим, если пришли на массовые мероприятия и все-таки взяли с собой запрещенные предметы, у нас на многих спортивных, культурных и иных объектах есть камеры для временного хранения этих вещей граждан. Но и все-таки с пониманием относиться к просьбам, требованиям сотрудников правопорядительных органов, тем более вот эти все просьбы, требования, они основаны на букве закона. За последние два года количество правонарушений общественного порядка в московском районе значительно снизилось. Как отметил Александр Каминский, граждане с пониманием относятся к букве закона и тем требованиям, которые предъявляют сотрудники правоохранительных органов во время проведения массовых гуляний. Ведь только благодаря почтительному отношению и уважению друг к другу долгожданный праздник не будет омрачен неприятными историями и доставит массу только самых положительных впечатлений.